Новые подробности об отравлении британской пары в Эймсбери. Скотланд-Ярд пришел к заключению, что они отравились нервно-паралитическим веществом после того, как взяли руки некий зараженный предмет. Сегодня полиция обыскала дом пострадавших в поисках возможного предмета. Вокруг этого дома территория по-прежнему оцеплена. Над делом работает около ста детективов антитеррористического подразделения полиции. Один из ученых, работающих на правительство, подтвердил BBC, что новичок вряд ли мог находиться на открытом воздухе и не разложиться за прошедшие месяцы. Следовательно, вещество было в замкнутом пространстве и осталось настолько токсичным, что паре в Эймсбери хватило небольшого контакта через участки незащищенной кожи, чтобы отравиться. Чарли Роули и Дон Стерджис все еще находятся в критическом состоянии в больнице в Солсбери. Их симптомы, как говорят врачи, те же, что были и у Сергея и Юлии Скрипаль, отравленных новичком ровно четыре месяца назад. BBC также удалось пообщаться с родственниками и знакомыми пострадавшей пары. Вот что они рассказали. Если вам что-то было нужно, она всегда готова была помочь. Она просто очень хороший человек. Мы до четверга с ней много общались, потому что мы живем в двух шагах друг от друга. Я знаю, что Чарли получил новое жилье в Эймсбери, и он приглашал ее в гости. Он мой младший брат. Я ужасно люблю его. Я не хотел бы, чтобы с ним что-то случилось. Но все же это случилось. Насчет того, что именно это был за предмет, которого коснулась пара в Эймсбери, сейчас высказываются разные версии. Обсудим их с нашим обозревателем Юрием Вендиком. Юр, приветствую тебя. Ты следишь за темой довольно подробно. Итак, какие же версии, что такого могла взять в руки пара? Версий на самом деле немного. Кроме того, что ты уже рассказала, еще одно агентство, Press Association, поговорило с ученым из Лица, например, который объяснял, что такого рода препараты не могли быть только в стеклянной какой-то таре. Ну, скорее всего, стеклянной, да, или что-то близкое к стеклу по свойствам. Ее, естественно, было очень плотно запечатано, и извлекаться оттуда могло только шприцем. Кроме того, вот Таймс сегодня, например, писала еще одна газета, менее солидная, чем Таймс, о том, что полиция, скорее всего, ищет... Они писали конкретно шприц, но я полагаю, что имелось в виду либо шприц, либо ампула. Ну и, так сказать, такие фоновые сведения об этих людях, которые пострадали, что они были, в общем, из социальных низов, с проблемами с наркотиками и с алкоголем. То, что поначалу полиция и медики предположили, что у них передозировка, когда их только госпитализировали в субботу. Все это сводит, все эти версии, их вот этот бэкграунд сводит к предположению, что полиция ищет что-то вроде шприца или ампула, через которую они могли заразиться. То есть даже речь не о том, что они что-то подобрали в парке, в Солсберег, как изначально предполагалось? Это тоже не исключено. Я напомню, что официально полиция ничего не говорит на этот счет, какой этот мог быть предмет. Она ищет. Вот обыскивают дом. Мы вчера там находились же, вчера оттуда рассказывал про всю эту историю. Там вчера расширили оцепление, полностью квартал закрыли, хотя соседи, кстати, не эвакуировали. И вчера еще вот этих вот костюмов химической защиты там не было, видно, ни там, ни в Солсбере в оцепленных местах. А сегодня они появились. И в Солсбере, в этом приюте, где жила Дон Стержес, сегодня его обыскивают специалисты в костюмах химической защиты. Но до того, еще в начале дня, вчера там в этом приюте, люди ходили свободно туда-сюда, заходили до тех пор, пока их в середине дня не эвакуировали оттуда. И потом закрыли вот целый квартал, кусок улицы, на которой этот приют находится. И, в общем, никаких таких особых мер предосторожности не было предпринято. И медики продолжают заверять публику, а в том числе и в письменном виде публикуют заявление. Вот Public Health Agency сегодня тоже заявление выпустило, что, в общем, риск для случайных людей тоже войти в соприкосновение с таким ядом, он остается крайне низким. Опасности большой нету. Ну вот, какой-то предмет ищут они, на котором каким-то образом мог оказаться яд. Как это все могло произойти, мы можем только гадать. Ну вот были, например, и у нас эти предположения, что яд мог быть оставлен в каких-то тайных ценниках, в закладках. Одну использовали, остальные остались. Или случайно выброшены какие-то остатки, тоже такая версия где-то звучала вначале. Опять, он был случайно выброшен, он был просто выброшен, так, чтобы его не особо прятать. Может быть, да, и такая версия звучала. И они как-то наткнулись вот на эту ампулу. А всего того, что ампула для них вещь полезная, они ее решили использовать. Но это все, опять-таки, мы ждем заявления полиции. Сегодня, кстати, тоже планируется очередное заявление полиции на эту тему. Чуть позже ждем, когда что-то чуть более конкретное, возможно, нам расскажут.